Выдвижение кандидатов на предварительное голосование Единой России в Тверской области завершено. Об этом журналистам в ходе традиционной пресс-конференции рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии Сергей Голубев. В общей сложности в ходе подготовки к праймерис было подано 262 заявки от кандидатов. Более подробно в материале Никита Васильева. Из 262 заявок, поданных на участие в праймерис Единой России, 51 в Государственную Думу, еще 211 в Законодательное собрание региона. Такие цифры открывает традиционную пресс-конференцию, озвучил первый заместитель секретаря Тверского регионального отделения партии Сергей Голубев. Как отметил спикер областного парламента, в числе зарегистрированных кандидатов есть как опытные политики, так и новые игроки. Касательно запроса на новых людей, я хочу сказать, что это очень важный запрос. Действительно, новые люди будут обязательно, но мне кажется, гораздо более важным запрос является на профессионализм, на отражение интересов избирателей, территорий, тех задач, которые перед Тверской областью стоят. Для меня это лично приоритет как для избирателя. Как рассказал Сергей Голубев, в среднем конкуренция на одном избирательном округе составляет около 10 человек. Наивысший показатель в Бежевском одномандатном округе на выборах в Законодательное собрание, где выдвинулись 17 человек. Среди выдвинувшихся около 50% члены партии «Единая Россия», еще порядка 50% беспартийные и сторонники партии. Если говорить о социальных группах, в предварительном голосовании принимают участие около 50 учителей, 20 врачей, 25 предпринимателей, действующие депутаты и журналисты. Безусловно, это показывает то, что партия — это живой организм, она развивается. Кто-то снижает свою политическую активность, снижает уровень участия в избирательных кампаниях. Ну, то есть, по-русски говоря, заявки не подал. Теперь уже слово за избирателями. К слову об избирателях. У них будет возможность отдать свой голос двумя способами — онлайн и оффлайн. С 24 по 30 мая будет проходить электронное голосование на сайте pg.er.ru. По состоянию на утро 19 мая на этой площадке зарегистрировались более 20 тысяч человек. Это около 2% от общего числа избирателей в регионе. Регистрация выборщиков продлится до 28 мая. Будет возможность проголосовать и по старинке на избирательном участке. Помещения для голосования будут открыты в соотношении 20% от участковых избирательных комиссий по всей области. Всего это 253 участка. Работать они будут 30 мая с 8 утра до 8 вечера. После чего начнется подсчет голосов, которым добавятся голоса из системы электронного предварительного голосования.